итак продолжаем сейчас мы рассмотрим ротации ноги тоже очень распространенная вещь такая тема мы уже ее касались но мы сейчас как бы это обобщим для того чтобы у нас общее такое представление было мы понимали с чем мы имеем дело и что нам надо делать итак во первых первых давайте рассмотрим где вообще у нас ротации в ноге возможно и относительно чего вы уже помните что мы говорили всегда и рассматриваем осанку как смещение относительно чего да то есть нам очень важно вот это уточнять если произошло смещение относительно чего оно произошло и значит первое где у нас возможны ротации бедренном суставе тазобедренном коленном и голеностопом до больше нигде нету то есть здесь у нас возможно вперед внутрь наружу да то есть вся будет поворачиваться кость вся бедренная кость тогда мы говорим что ротация бедренной кости относительно таза также у нас возможно ротация бедренной кости ротация большеберцовой кости относительно бедренной кости ну проще сказать ротация голени относительно бедра чтобы не слишком много ну и возможно еще ротация ступни но здесь свободы меньше но тем не менее тоже это вы будете видеть то есть в трех суставах это возможно ну и давайте рассмотрим какие мышцы это делают и когда мы это увидим да то есть у нас есть две ротации наружные внутренние других нету ну и кто у нас ротирует бедренную кость внутрь внутренняя ротация